Северный город 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 этому эксплуатационному депо как с точки зрения улучшения показателей эксплуатационных, так и с точки зрения, конечно же, увеличения и работы по производительности труда. Возведение нового объекта обошлось в 265 миллионов рублей. Здание возведено из современных материалов и оснащено по последнему слову техники, что позволит локомотивным бригадам повышать свое профессиональное мастерство и работать в комфортных условиях. Не так давно в рамках капитального ремонта по центральной дороге города, проспекту Мира, нанесли новую разметку. Некоторые участки претерпели изменения, что вызвало среди водителей массу недовольств. Там, где раньше было удобно разворачиваться, отныне делать запрещено. В нововведениях разбиралась Алена Калько. Для того, чтобы понять, почему недовольны устилимские автолюбители, мы попросили водителя одного из городских такси продемонстрировать все прелести новой разметки. Итак, первым участком стала разметка в районе Мира-1. Раньше здесь можно было повернуть налево, а теперь, чтобы поехать к ДК «Дружба», нужно нам доехать до светофора и развернуться на нем. Очень неудобно сделано. Таким образом, выезжаем из так называемого кармана. Доезжаем до светофора, ждем зеленый сигнал, едем до конца двойной сплошной и только тогда мы можем повернуть. По словам нашего героя, этот участок не такой проблематичный, как, например, в районе часов. Ведь там тоже теперь нельзя развернуться в привычном месте. Миновав часть проспекта, проехав по карману от магазина «Ленинградский», пробуем выехать в районе Мира-17. Есть же такая история на этом перегрестке. Чтобы повернуть налево, нужно будет нам доехать до светофора и на перегрестке развернуться. Очень неудобно. Нужно сначала будет встречных пропустить, а в час пика-то тут развернуться будет практически нереально. Будут со всех сторон пебегать. Ну, пропустят ли вас? Ну, да. Вот здесь нужно. Вот как раз вот это и есть аварийная ситуация. Также теперь, выезжая со двора Мира-20, мы не можем повернуть сторону кинотеатра, как это было раньше. После этой небольшой экскурсии по новой разметке, а точнее по тем участкам, которые вызывают наибольшие нарекания со стороны водителей, мы обратились к инженеру отдела технической и дорожной деятельности Департамента жилищной политики и городского хозяйства Денису Мальцеву, чтобы он объяснил, с чем связаны такие изменения. В рамках муниципального контракта по капитальному ремонту была нанесена разметка на проспекте Мира в соответствии с проектом. Проект прошел госэкспертизу и была нарисована в соответствии с ГОСТом. Ранешняя разметка чем не устраивала? Была большая аварийность в этом месте. По правилам, по нанесению разметки, разметка должна наноситься в соответствии с ГОСТом, чтобы не создавалась аварийность на дорогах. То есть теперь можно разворачиваться на перекрестках, да? Да, там как бы ниже есть разворотные площадки на перекрестках, чтобы не создавалась аварийность. Многие водители утверждают, что сейчас, в данный момент, аварийность ситуации больше, чем в предыдущей разметке. Ну, с ГОИ как бы у нас по этому поводу есть понимание, что аварийность на этих участках, ну и то, что и подтверждает ГИБДД, была ранее, как бы, значительно больше, чем сейчас. Хотелось бы отметить, что прошлая разметка существовала на проспекте мира много лет. При этом, по словам специалистов, создавала аварийные ситуации. И тем не менее, она не менялась. Алена Калько, Александр Килин, информационная программа «Северный город». 1 сентября в школу Устилимска пойдут около тысячи детей. По сравнению с прошлым годом, количество первоклассников не уменьшилось. Родители, которые планировали учебу ребенка в школе по месту жительства, должны были подать соответствующие заявления в образовательное учреждение в период с 1 февраля по 30 июня. С 1 июля по 5 сентября на оставшиеся свободные места могут быть записаны все желающие. На 5 августа наибольшее количество мест для первоклассников есть во 2-й, 11-й школах и в экспериментальном лицее. Служба в полиции – это трудная ответственная работа. Сотрудники готовы в любое время прийти на помощь. Межмуниципальный отдел МВД России Устилимский проводит отбор кандидатов на должности полицейского в патрульно-постовую службу. О том, какие требования существуют к будущим защитникам покоя устилимцев, рассказала Анна Вдовенко. Это граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет, пригодные по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел, ранее несудимые, психологически и морально устойчивые, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Образование должно быть не ниже среднего, полного общего. Обращаться необходимо в Межмуниципальный отдел МВД России Устилимский, в кабинет номер 205, телефон 98-322. Фестиваль «Готов к труду и обороне», посвященный Дню физкультурника, пройдет в Устилимске в середине августа. В этом году свои силы в выполнении норм ГТО попробуют работники государственных и муниципальных учреждений. Данное физкультурное мероприятие можно назвать тестовым, ведь с 2017 года выполнение норм ГТО станет доступным для всех категорий граждан, достигших шестилетнего возраста при наличии медицинского допуска, пояснил исполняющий обязанности начальника управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Виктор Соколов. Фестиваль ГТО в Устилимске пройдет 13-14 августа с 10 часов на стадионе «Юбилейный» и детском оздоровительно-образовательном центре «Олимпийц». Заявки принимаются до 12 августа специалистами Управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города. С 2012 года в Устилимске вновь функционируют детский оздоровительный лагерь «Лосенок». И с каждым годом количество ребятишек, отдыхающих в нем, увеличивается. Наша съемочная группа бывала в гостях у детей и работников и узнала, как организован отдых ребят. Подробнее в материале нашего корреспондента. Летний детский лагерь – самое подходящее место для отдыха ребят. Здесь всегда интересно, шумно, весело и многолюдно. Там есть внимательные, активные, веселые, вожатые педагоги. А когда учреждение расположено далеко от города, это еще и чистый воздух и красивая природа. В этом году в «Лосенке» планируют провести свой отдых около 900 детей. Некоторые приезжают из других городов, чтобы провести каникулы в нашем «Лосенке». И это неудивительно. Здесь есть все условия. Пятиразовое питание, действует 10 кружков, в которых каждый найдет себе увлечение. Ребята могут заниматься физкультурой, танцами, пением, раскрывать творческий потенциал в декоративно-прикладном искусстве. Для отдыхающих проводят различные конкурсы, выбирают мисс и мистера «Лосенка». Организовывают олимпиады, где нужно продемонстрировать физическую подготовку. А разные игры, которые придумывают вожатые, не пересчитать. Мы можем долго рассказывать, как хорошо в «Лосенке», но главная оценка – это впечатление детей. Как отдыхаете? Мы очень хорошо отдыхаем, нам нравится. Мы смотрим мультики, играем, гуляем. Поем. Поем. Делаем, надо поить, всякие подделки, нам очень нравится. Мы иногда занимаемся спортом, танцами, выступаем. Делаем сейчас некоторые. Можно кормить? Да! Мы некоторые всегда все съедают. Некоторые? А вы? Я всегда все съедаю. Кроме всего прочего, ребятам прививают любовь к труду. Они самостоятельно заправляют кровати, в комнатах у них всегда порядок, а также они помогают накрывать на стол. Меню «Лосенки» разнообразное. Блюда здесь настолько вкусные, что некоторые съедают по несколько порций. О положительном и оздоровительном эффекте от отдыха нам рассказал директор Сергей Четюник. Вообще оценивается оздоровительный эффект – это привес, так называемый, сколько дети набрали килограмм и насколько они подросли. А те дети, которые избыточным весом страдают, они должны похудеть. Ну, в среднем ярко выраженный оздоровительный эффект – это кто больше полкилограмма набрал веса или подрос больше, чем на полсантиметра. У нас обычно около 90%. 92-91%. Вот в этом сезоне есть девочка, которая выросла на два сезона, мальчик, который пополнял на два с половиной килограмма. Выросла на два сантиметра? Да. За 18 дней выросла на два сантиметра. Администрация лагеря из года в год старается улучшить материально-техническую базу «Лосенка». Где-то своими силами, а где-то без помощи спонсоров просто не обойтись. Всегда помогают группа «Элим» и «Иркутск Энерго». В этом году активную помощь оказали два новых спонсора – Сергей Кофов и Игорь Панков. В начале августа мы побывали на зрелищном закрытии третьего сезона. Началось все с зажигательной разминки, которая никого не оставила равнодушным. На закрытии ребята готовили номера, в которых показали то, чем им запомнился отдых. Среди отрядов шла борьба за звание лучшего. На протяжении всех 18 дней они зарабатывали баллы. За финальное выступление ребята разыграли последний. И по итогам сезона победителем стал восьмой отряд. В конце ребята продегустировали кулинарный шедевр от поваров – вкусный и ароматный пирог. 7 августа свои двери лосенок распахнет для последней смены этого лета, в которой отдохнут еще 225 детей. Алена Калько, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». Это была информационная программа «Северный город». С вами была Анастасия Матвеева. Всего доброго, берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин